Здравствуйте, уважаемые зрители, канал Хобби Уральца. Сегодня я с вами хочу поговорить на такую тему, как же бороться с проволочником и что от него может пострадать. Конечно же, всем известно, что проволочник любит кислую почву, а также наличие огромного количества сорняков, особенно таких, как пырей, осод. Все это способствует развитию проволочника, а при его большом размножении проволочник, конечно же, может достаточно много принести вреда не только сорнякам, но и культурным растениям, которые произрастают у нас на участке. Достаточно часто от него страдает картофель, но и в этом году у нас пострадали томаты. Но сейчас давайте обо всем более подробно. Проволочник – это личинка жука-щелкуна. Если кто не знает, выглядит она следующим образом. Вот так выглядят взрослые особи. Если их держать, они щелкают. Постоянные зрители нашего канала, конечно же, прекрасно помнят, что теплицу от уральской усадьбы мы устанавливали на целине. Конечно же, тут было огромное количество сорняков, кислая почва, а в этой кислой почве достаточно много было личинок непосредственно самого жука-щелкуна. Но каждый год при подготовке почвы мы в обязательном порядке всегда добавляли достаточно много золы и перегноя. Естественно, золу мы расценивали только лишь как удобрение. И забывали про то, что зола имеет достаточно сильное угнетающее действие на паразитов. Большинство вредителей, конечно же, боятся щелочной реакции, которую создает зола в почве. И, естественно, именно наличие в почве достаточно большого количества золы, как удобрение, каждый год нас спасало от проволочника. В этом же году я просто-напросто забыл добавить при перекопке золу. Результат был плачевный. Если посмотреть наряду с достаточно большими томатами, у нас есть вот такие вот небольшие. Причина именно как раз кроется в том, что у нас примерно 30-40% томатов в теплице в этом году было повреждено как раз личинкой жука-щелкуна или проволочником по-другому. Пришлось нам, конечно, всю рассаду, которая у нас была, не раздавать, как мы обычно делаем, а подсаживать. Буквально через пару дней после посадки у нас массово начали вянуть томаты. Естественно, чтобы выяснить причину, и делать нужно это было достаточно быстро, мы полностью выкапывали томат и начали его осматривать. Причину гибели томатов мы достаточно быстро установили. Ствол каждого томата изнутри был буквально съеден. В третьем-четвертом помидоре мы обнаружили непосредственно внутри саму личинку жука-щелкуна. Естественно, получив такую проблему, мы начали сразу же применять все методы, которые достаточно эффективно действуют на проволочника. Тем самым нам удалось все-таки с этой напастью справиться. Что же мы делали? Конечно же, никакой химии на участке мы у себя не применяем. Нам важно вырастить здоровую и экологически чистую продукцию, чтобы мы кушали сами и кушали наши детки. Боролись мы исключительно народными средствами. Хорошо, что их огромное количество и они достаточно эффективны. Конечно же, пришлось удалить все увядшие томаты и на их место высаживать новые. Но, к тому же, нужно было спасти все те томаты, которые у нас уже укоренились и начали расти. Для этого в каждую общую лунку мы рассыпали как минимум совок золы. Конечно же, наличие самой золы в лунке особого эффекта бы не принесло. После этого нужно обязательно лунку хорошо пролить. Зола нейтрализовала почву, изменила ее кислотность, тем самым создала неблагоприятные условия для развития личинки жука-щелкуна. Также очень хорошим проверенным народным средством против проволочника является настой луковой шелухи. При посадке лука весной шелухи достаточно много. Не выбрасывайте, а используйте как отличное средство против проволочника. Тут есть разные приемы. Можно укладывать шелуху непосредственно в каждую лунку при посадке. Можно сделать отвар луковой шелухи. Можно просто ее настоять на воде. Результат всегда один и достаточно эффективный. Проволочник просто-напросто луковую шелуху не переносит. Еще очень хорошо против проволочника помогает раствор марганцовки. Но тут, в отличие от луковой шелухи, конечно же, нужно обрабатывать растение небольшой концентрацией. То есть раствор марганцовки должен иметь слабо розовый цвет. Ни в коем случае не применяйте его очень концентрированно. В этом случае, вместо того, чтобы помочь растению, вы просто-напросто сожгете корневую систему. Можно также совместить эти два народных средства в одно. При посадке лука мы, как правило, для дезинфекции его замачиваем в растворе как раз марганцовки. Тут у нас получается и марганцовка, и луковая шелуха. Получается достаточно концентрированный настой. Разведя этот раствор примерно в 10 частях воды, можно точно так же обрабатывать землю. И это дает очень хороший эффект против проволочника. Итак, уложив в каждую лунку золу, затем, конечно же, чтобы она начала действовать как можно быстрее, хорошо пролили наши томаты. На следующий день, обработав их луково-марганцовым раствором, мы в итоге победили проволочника. Да, конечно, в теплице у нас теперь разнорослые томаты. Есть уже большие, есть маленькие. Но на этой ошибке мы научились. Определили, что есть достаточно эффективные и быстро действующие, проверенные уже теперь средства против проволочника. И, надеюсь, наш опыт вам будет полезен. Ну а теперь, если вам понравилось видео, ставьте палец вверх, пишите комментарии, задавайте вопросы. Поделитесь своим опытом, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новый видеоролик. Успехов вам и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!